Добро пожаловать на очередную обзорную передачу, посвященную на этот раз четвертому этапу Тура Омана. Мы рады приветствовать на нашем телеканале Евроспорт 2 всех любителей велоспорта, кто не спит столь поздний час. Все самые интересные четвертого этапа ближайшие 30 минут на ваших экранах. Ну а пока вспоминаем то, что было до этого. Первый этап – победа национального чемпиона Люксембурга Боба Юнгельса. Этап под номером 2. Тоже крайне любопытные события – холмы, и Эдвард Боссенхаген неожиданно выигрывает спурт в гору, одерживая победу и становляясь лидером генеральной классификации. Этап под номером 3. Достаточно жаркий. Под финиш превращается в настоящий тропический ливень, который, тем не менее, не помешал россиянину. Норвежцу из российской команды «Катюша» Александру Кристофу одержать победу. Ну а что же этап под номером 4? Давайте послушаем мнение гонщиков. Конечно, номинально лидер казахстанской команды «Астана» Винченцо Нибели считался одним из главных фаворитов. И я думаю, внимание всех казахстанских болельщиков, которые смотрят нас достаточно часто, регулярно на телеканале «Евроспорт-2», будут ли привлечены именно к этому этапу, знаменитый «Грин Маунтейн» или «Джабал Алихагдар», как эту гору называют местные. И большие надежды были на национального чемпиона Италии, выступающего в большом национальном казахстанском проекте «Велоспорта». «Александр Кристофф» с зеленой майки лучшего в очковой классификации. Ну, лучшим в ней на самом деле является Боссон Хаген, но поскольку на норвежце одном, вот который сейчас на вашем экране, красная майка, лидер общего зачета, то по наследству зеленая майка достается именно гонщику российской команды. Слушаем Хагена, который говорит о том, что сегодня я, скорее всего, конечно, потеряю майку. Я буду делать все возможное, все, что в моих силах, чтобы остаться в лидерском одеянии, но есть гонщики, которые в гору выглядят получше меня. Том Демолен, который здорово выглядел на Уэльте прошлого года и чуть было ее даже не выиграл, также настраивается на этот этап. Давайте послушаем, что он нам скажет, гонщик команды Джайант Альпицин. Мне кажется, что Нибали находится в хорошей форме, так же, как и под Савиво, который выглядит очень сильно. Роман Барде, разумеется, так же хорош. И, в принципе, все те же имена. Может быть, и Ричи Порт сегодня попробует ногу, а то в последнее время как-то он блекло смотрится. Я думаю, он берег силы, возможно, как раз для сегодняшнего этапа. Непредсказуемая концовка. Я постараюсь показать хороший результат, говорит Том Деболян. Ну а что же Роман Барде? Гонщик команды Ажидузер на Мондиале. Говорит Роман о том, что для Горняков сегодняшний этап, конечно, хорошо подходит, особенно для Доминико Пацавиво, моего напарника по команде. Я думаю, мы будем командно отрабатывать, атаковать по очереди, и, может быть, получится у нас такой тактик одержать победу. Ну а, конечно же, лидер казахстанской команды Астана Винченцо Ниболи говорит о том, что Грин Маунтейн – это очень тяжелое восхождение, и в этом году добавляется к ней еще дополнительных 2 километра, что делает ее еще сложнее. Очень селективный должен получиться этап, особенно вторая часть подъема. Он будет с большими градиентами, прямо как у меня получится на нем себя показать. Ниболи, находясь на второй строчке в генеральной классификации, и, конечно, по версии всех экспертов, должен был по итогам сегодняшнего этапа выходить в лидеры. К радости казахстанских болельщиков, которых у нас, конечно же, очень и очень много, которые не спят, как часто бывает, только поздний час, дожидаясь обзорной передачи, посвященной с этого этапа. Разумеется, интригу я нарушать и ломать не буду, чтобы мы с удовольствием насладились, пусть и не таким большим объемом велоспорта, но, тем не менее, очень-очень интересным. Все самые интересные события этапа не останутся без нашего внимания, можете в этом не сомневаться. Начало. Начало достаточно быстрое, очень много попыток уехать в отрыв. Вновь активизируется Кристоф Фингстон, гонщик команды Бору Аргон-18, который до этого уже дважды находился в отрыве, пытается уехать вперед. На этот раз очень много у него сильных напарников по побегу. Очередной раз находим в отрыве гонщика команды Румпо, это ранее пелотон Брэдена Девриса. Ну, а также компанией составляют Давида Чимолай из коллектива Лямпре, Даниэль Ос из BMC, Ио Кайз из этих квикстепа, Симоне Антонини из Вонти Групп ГБР, Робин Стенуит из той же самой команды, что и Антонини Вонти, Брэдена Девриса из Румпо-то уже сказал, Стин Стиллс из Топспор Владерена, Брэдли Уайт из Юнайтед Хелфкер, и Майкл Рейс из коллектива Столтинг Сервис Групп. Хороший качественный отрыв, есть небольшое недопонимание, в частности Давида Чимолай, какие-то претензии предъявляет гонщику команды Топспор, Стин Стиллс, возможно, не удовлетворен он тем, что мало включается в вертушку. Бельгиец, столь именитой и легендарной фамилией, но не столь хорошими результатами, как у его более прославленного тезки. Фанья, достаточно любопытный регион в Омане, наполненный и напичканный буквально различными достопримечательностями, и как раз, что касается их, высказывался по этому поводу Нибали, то, что не просто комфортные погодные условия тут в Омане, но по ходу этапа еще есть на что посмотреть. Да, редко гонщики обращают на это внимание, но все-таки начало сезона темп пока не самый быстрый, не самый высокий, и поэтому в начальной стадии этапа можно отвлекаться, но делать это очень-очень аккуратно. За 58 километров до финиша видим мы, что 4.05 преимущество группы отрыва над спелотоном, и, казалось бы, можно занервничать основной группе, все же 10 человек у нас в отрыве, но не будем забывать, что этап заканчивается тяжелейший. Гринмаунт, только на который можно эти 4 минуты отыграть. Весь этап сам по себе холмистый, но без категорийных вершин, кроме заключительной Джабала-Лагдар, или же Гринмаунтейн, как мы привыкли ее называть. Отрыв работает слаженно, отрыв понимает, что надо сэкономить силы для финального восхождения, 4 минуты за 44 километра до финиша. Сложно сказать, кто из отрыва имеет наибольшие шансы выиграть этап, если все же они доберутся до финиша первыми. В принципе, не совсем профильный этап для Даниэля Осо, но он обычно как раз на таких не самых длинных подъемах чувствует себя здорово. Но это Винченцо Нибли, майки национального чемпиона Италии, лидер, капитан казахстанской Астаны. И неоднократно отмечал Винченцо, что он очень рад представлять национальный проект Казахстана, что им очень комфортно в этой команде, и чувствует он поддержку не только своих итальянских волейщиков, но и казахстанских, которые регулярно около экранов и на различных гонках присутствуют и пытаются передать свою энергию ему. Ну а учитывая, что наш телеканал «Евроспорт-1» и «Евроспорт-2» являются главными европейскими по показу велоспорта и имеют девиз «Номер-1» в плане показа велоспорта, то, разумеется, в свою очередь, очень приятно каждый раз, когда Нибли одерживает победу, как и любой другой гонщик Астаны. Это все не может нас не радовать. Так же, как мы переживаем за российскую «Катюшу» и российский «Теньков», безусловно, на гонках которой появляется «Газпром-Русвело», так же наше внимание уделяется им, но все же отношение к велоспорту в Казахстане на данный момент немножко на другом уровне, и там действительно очень много истинных болельщиков. По сути, сам по себе вид спорта выведен на европейский уровень, где он является спортом номер один, два, три в различных странах. В Казахстане тоже близко к этому, по крайней мере, о том, кто такой Нибли и что за команда Астана знает каждый. «Грин Маунтейн» на ваших экранах. Это уже знаменитая вершина по меркам тура «Амана». Ну а у нас пока розыгрыш промежуточной спринтерской премии. Симоне Антонини, единственный, кто в этом, похоже, заинтересован, атакует гонщик команды «Ивонтигрупп Губерр». Забирает максимум очков. Ну а за второе место спринт, который выигрывает «Стин Стиллз». И таким образом «Стиллз» становится лидером в зачете самого агрессивного гонщика. Это важное достижение для него и всей его команды. Вот как раз результаты. «Стюинт» становится третьим. И все ближе и ближе приближаемся, подбираемся мы к началу штурма «Грин Маунтейн». Там, конечно, будет основная развязка как в рамках этапа, так и в рамках генеральной классификации. Но о том, что там произойдет после небольшой паузы, которая сейчас у нас будет. Возвращаемся к обзорной передаче «Королевского» горного этапа «Тура Амана». Этап 1-4. Всего 10 километров остается до финиша. И совсем немного остается до начала штурма «Джабал Аляхбар» или же «Грин Маунтейн». По-прежнему держатся у нас впереди гонщики в отрыве, но их преимущество составляет всего-навсего 2 минуты. И понятно, что это уже не тот перевес, который может гарантировать им и даже может позволить им надеяться на то, что удержатся они впереди, перед началом восхождения на эту серьезную вершину, серьезную по меркам начала сезона, серьезную по меркам февраля. Посмотрим, как сложатся дела. Видели мы перед уходом на небольшую паузу, что «Катюша» активно выстраивалась, и вовсю развозили они своего горного лидера Юргена Ванденбрука. Ну а тем временем 7,5 километров со средним градиентом 10,7 начинаются сейчас. Конечно, очень тяжелый в этом году сделали «Грин Маунтейн», и этап должен получиться крайне любопытным и интересным. «Астана», разумеется, работает впереди. Казахстанские гонщики крайне сильны. Привезли сюда один из лучших своих составов. Яков Фульсанг, главный рженосец Винченцо Нибали. Сейчас Ченцо, сицилийская акула, миссинская акула, как его называют, как раз у него на колесе. Более того, Фульсанг, я думаю, сам также рассчитывает на неплохой результат. Ну и, конечно же, как, собственно говоря, мы с вами и предполагали, Даниос оказался наиболее настойчивым из отрыва. И посмотрите, как просеивается сейчас основная группа. За 5,5 км отрыв до финиша не более 20 гонщиков сейчас не остается. Так, и вот первая попытка атаки. Не слишком убедительная, не слишком бодро снимается один из гонщиков. Кто это у нас? А, это все же добирают... Нет, не добирают оса. Вот как раз позади. Атака мы видим. Похоже, Питер Венинг, ныне представляющий голландский румпот, ранее выступавший из Араба Банка, из Орику Гринедж. Венинг проходит оса, но далеко от поезда Астаны уехать не получается. У оса находится сила даже сесть на колесо голландцу. Долговязый голландец. Настоящее представление текущих горняков, не совсем характерных, которые высокие и крайне высушенные. Венинг за свою карьеру одерживал победу на Джираде Италии, на белых дорогах Страде Бьянки. Достаточно красивый тогда этап получился. Все, оса на этом заканчивается. Его проходит пилотон, который уже настолько мал, что его как таковым даже назвать. Сложно. Давид Рибеллин, опытнейший ветеран итальянского велоспорта, ныне представляющий польский ССС Шпран Диполковице. Сейчас на колесе у Винченцо Нибали. Видим мы, что Фульсенк тоже тут как тут. Ну а где же лидер общего зачета Босонхаген? Пока Борде и Пацавиво из Ажидузер также чувствуют себя неплохо. Эдуардо Сепульведа, представляющий команду Фортунел, также в этой группе. И Джанлюка Брамбилла, итальянец, первым пробует свои силы, из этих спухстепа идя в атаку. Вот небольшая пологая часть, где можно немного передохнуть. Брамбилла перекладывается к Венингу. Посмотрим, насколько их хватит. Хаген пока в группе. Да, в хвосте, но цепляется. Норвежец, большое у него желание. Ну и вот, наконец-то, просыпается Ричи Порт, который до этого, похоже, экономился вовсю на предыдущих этапах, чтобы сконцентрироваться конкретно на этом. Но его атака не увенчалась успехом. Где же Хаген? Хаген пока цепляется за эту группу. Три километра до финиша он по-прежнему в ней присутствует. Яков Фульсенк атакует. Неожиданное решение в исполнении Астаны. Ниболи пока не рвется в бой. Наблюдает за тем, как его датский напарник по команде работает впереди. И вот сейчас Ниболи также активизируется. Видит он, что Роман Барде предпринимает рывок и понимает, что его надо закрывать. Есть ощущение, что небольшие трудности сейчас у Винченцо. Не сразу он реагирует на этот рывок. Вот Барде перекладывается к Фульсенгу. Будет ли вместе с ним работать? Вот интересный вопрос. При этом Ниболи, как бы, может странно показаться, что добирает своего же напарника по команде. Но какая-то хитрая тактика в исполнении казахстанской команды. Го Сонхаген терпит, цепляется за эту группу. Совершенно непрофильный для него этап. Но очень хорошо готов норвежец. Поэтому пока не выпадает. Также в этой группе Том Дюмулан. Действительно, в настоящего горняка голландец превращается. После удачных выступлений на Уэльте в прошлом году. Сейчас снова выглядит очень здорово. И вот тут вот Хаген капнул окончательно. Отваливается над этой группой. Ну а Ниболи подъезжает к Барде и Фульсенгу. Будет ли атака в исполнении итальянца? Да, вот она ускоряется Винченцу Ниболи. Хороший рывок. Сзади, обратите внимание, достаточно сильный гонщик Мерхави Кудус. Представляющий команду Даймэншн Дейта. Ретрит на колесе Ученцу. Выглядит очень здорово. Вот сейчас выходит вперед. Барде тут же. Ниболи и Фульсенг. Брэндон Канти несколько неожиданный из команды Дропак также в этой группе. Но сейчас начинает подвисать так же, как подвисает Фульсенг. Ниболи остается впереди вместе с Бардой и Кудусом. Очень уверенно пока действует гонщик казахстанской команды Астана. И мы надеемся, что сегодня сумеет одержать он победу и возглавить генеральную классификацию. Кудус продолжает диктовать темп. Обратите внимание, как здорово он выглядит в горах. И уже не первый раз мы это отмечаем. Фульсенг, похоже, нашел себе второе дыхание. Цепляется он за эту группу. Хаген выглядит тяжеловато. Вот сейчас пытается добрать он слегка впереди уехавшего Кошту, который тоже капнул. Он цельный чемпион Португалии. Отстает. Димоли он нашел свой темп, нашел свой ритм и идет в нем. В принципе, будь на этой гонке, будь на этой многодневке гонка с раздельным стартом, мы бы говорили о Димолионе как о одном из главных фаворитов, претендентов на победу. Ну а тут Кудус, Барде, Нибали и Фульсенг. Ну что, будет ли еще одна атака в исполнении кого-то из гонщиков Астаны? Ох, как бы не загнал себя сейчас в кризис Кудус. Последний километр остается. Очень тяжело он выглядит. Барде снимается. И в состоянии только Винченцу Нибали поддержать этот темп. Кудус и Фульсенг отстают. Тяжело приходится Эритрейцу. Барде очередной мощный рывок, но Нибали не отпускает. Нибали чувствует свою силу. И я думаю, что следующая атака итальянца должна стать решающей. Но когда она будет? И хватит ли сил на нее? Барде тоже уже наелся. Это видно, потому как он томно качает головой, но при этом выкручивает не самую минимальную передачу, несмотря на экстремальные градиенты. Поглядывает на Нибали. Пытается понять, насколько хорош сейчас Италия. С тем временем Фульсенг, обратите внимание, параллельным темпом начинает подъезжать, выбирая более пологую траекторию. Кудус завязался узлом. Со всем сил не остается у гонщика Даймэншен Дейта. Очень тяжело ему приходится. Чуть-чуть не рассчитал он своей силы. Излишний зарез в резерв. И сейчас тяжело ему приходится. Вот тут ощущение, что Барде дает небольшой просвет Нибали, но нет. Ченцо цепляется и цепляется очень здорово. Более выгодная позиция сейчас у Нибали. Хотя это не спринтерский этап. Тут это не такую важную роль играет. Банально, кто сильнее, кто лучше готов, тот и должен одержать тут победу. Ну, финиш уже совсем близко, он ветнеется. И я думаю, что как раз вот в этот вираж Нибали попробует предпринять рывок. Атаковать в поворот удобно. Но пока не торопятся Нибали. Пока держит ровный темп. Пока предоставляет Барде диктовать темп. И... В целом ход гонки. И обратите внимание, Том Дюмулен, вот он, ровный, стабильный темп, который позволяет Голландцу чуть ли не переложиться в эту группу. Как же здорово он чувствует свой организм. Как и любой разделщик, в принципе, Дюмулен за счет этого еще не раз нас удивит своими результатами. И вот она, атака Нибали. Нибали очень мощно начинает идти за 500 метров до финиша. Барде у него на колесе. Пока не отстает. Цепляется. Тяжело сейчас французу, это заметно. Много атак сегодня было. Венинг, Брамбила, Кудус. Но все равно в итоге все приходит к достаточно предсказуемой развязке. Нибали против Барде. Еще один поворот. И сейчас будет достаточно крутой отрезок. За 300 метров до финиша. По-моему, Барде уже ни о чем не думает, кроме как усидеть на колесе у Винченцо. Еще один мощный рывок, еще одно мощное ускорение итальянца. Цепляется Барде. 200 метров до финиша встает из седла Нибали. Начинает ускоряться. Барде терпит, терпит, терпит. Будет пытаться выходить колеса. И почти получается это у него. Хватит ли сил? Похоже, что нет. Вот оно, еще одно ускорение Нибали. И капитулирует француз. Нибали уезжает вперед. И одерживает эту важную победу для себя, для в целом казахстанской команды Астана. Здорово провел этот этап. Образцово показательно, буквально. И в очередной раз к радости казахстанских болельщиков, наблюдающих за этой гонкой с экранов телеканала Евроспорт 2, Винченцо Нибали выигрывает этот этап и становится новым лидером генеральной классификации Тура Амана. Барде второй, Фульсанг третий. Ну а Том Демулен очередной великолепный горный этап в его исполнении. Четвертая позиция. Смотрим далее. Руйкошта становится пятым. Мерхави Кудус шестой. Джордж Беннет, несколько неожиданно седьмой. Далее Брэндон Канти из дропака Флорис де Тир. И Эдваль Босунхаген на солидном десятом месте, уступив всего на всего минуту десять. Нибали это не так уж и много. Давайте послушаем Барде. Говорит он о том, что отличный подъем. Очень мне он нравится. Я здорово себя чувствовал, но Нибали был слишком хорош. Мне всего 25. Я надеюсь, что я буду еще прогрессировать и как-нибудь смогу взять реванш у Винченцо. Ну а Нибали одержит победу не только на этапе, но и становится лидером генеральной классификации. 9 секунд преимущества у него над Барде. 12 на Фульсангом, 18 на Демолеоном. Далее Кошта, Кудуз, Беннет, Канти и Хаген. Нет, все-таки результаты этапа. Результаты генеральной классификации будут сейчас, только на наших экранах. После небольшого интервью Винченцу не были. Давайте послушаем. На последних трех километров я старался несколько раз атаковать Барде, но сумел уехать от него только за 300 метров до финиша. Мы здорово вместе поработали. У нас были такие достаточно взаимовыгодные отношения в отрыве, чтобы максимально привести время соперникам. Ну а вот и генерал. Не были 15 секунд преимущества от Барде. 24 на своим напарником по команде Астана, якобым Фульсангом. Четвертый Демолеон, Кошта пятый. Хаген на шестой позиции. Кстати говоря, неплохо. Конти становится лидером зачета лучшего молодого. Он на седьмой позиции в генерале. Далее под Цуиву Кудус и Брамбила замыкают десятку сильнейших. Да, конечно, гоняться против таких серьезных гонщиков, это всегда очень здорово. Я был очень мотивирован, и я постарался сделать все возможное, чтобы быть повыше. И в итоге я лидер молодежной классификации. Это тоже здорово. Ну а самым агрессивным гонщиком в общем зачете становится Стин Стиллс. Ну а это легенда Этимерс, один из организаторов гонки, говорит о том, что мне очень нравится, что побеждает на Тури Амана. Юнгельс, Боссон, Хаген, затем Тристов и Ниббель. Это большие имена. Говорят о том, что гонка становится все серьезнее, все интереснее, все популярнее. Я доволен тем, как сложился сегодняшний этап и как гонка проходит в целом. Что же, Ниббель новый лидер. Ниббель возглавляет генеральную классификацию. Но на этом гонка не закончена. Хотя, конечно, в генеральной классификации потеснить Винченцу с первой строчки будет теперь очень непросто. Лидер казахстанской команды Астана в очередной раз порадовал болельщиков на нашем телеканале Евроспорт 2. Наша же сегодняшняя трансляция подходит к концу. Увидимся и услышимся завтра в то же время, в час по московскому времени, 23.00 по центральноевропейскому. Сегодня помогали вам следить за самыми интересными событиями этапа звукорежиссер Серафима Семенюкова, ваш комментатор от Арма Мучашвили. До новых встреч. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин